для четко должны оценить и так значит межброви зона межброви зона плохого кровообращения поэтому здесь велики риски эти секундочку зона плохого кровообращения зона риска некроза 1 это зона прям такая не очень не очень не очень латеральный угол глаза костных от латеральной костных края орбиты лежит слезная железа сдавив ее капрессии препаратом либо отек вызывает сухость глаза внутренний угол глаза слезный мешок угловая артерия то есть это зона повышенного риска следующая зона вопроса скуловая зона здесь у нас на проходе с вами а сосуд и нет второе то что мы с вами можем вызвать отеки нижнего века височная зона зона прохождения трех сосудов поэтому в данной зоне мы с вами работы непосредственно между фасциями и данной зоне мы с вами работаем небольшим объемом препарата 3 сосуда здесь проходит плюс нерв до скуловой височный нерв следующая зона околоушной слюной железы плюс выход лицевого нерва гусиная лапа плюс височная артерия работаем поверхностно небольшими объемами поверхностное расположение верхней трети носогубной складки лицевой артерии компрессия с давлением будет приводить к отекам да будет приводить компрессионный ишемический синдром я не буду вам уделять на этом курсе я не буду говорить про компрессионный ишемический синдром потому что здесь достаточно анатомии для того чтобы немножко знаете вот ее достаточно чтобы как сказать задуматься да по поводу контурной пластики но вчера проходил вебинар там анатомия немножко другая не такая конечно как бы как сегодня доскональная и осложнение вчера разбирали и вы сегодня знаете что есть такая возможность для тех кто сегодня купит вебинар и у нас тогда приведет друга вы получаете 10 процентную скидку на курс а ваш ваш друг получает 5 процентную скидку абсолютно на любой вебинар который вы приобретаете сегодня вместе с вашими друзьями друзьями знакомыми так поехали дальше дальше зона бифуркации да помню зона бифуркации при введении компрессии данной зоны мы с вами получаем большие обширные нежелательные явления выше лежащих структур колонны фильтрума еще раз небольшой объем введенного препарата на колонны фильтрума достаточно поверхностное введение то есть ход иглы виден но нет металлического блеска и хирургическая операция хирургическая ринопластика минимум за два года до коррекции колонны фильтрума но и последнее это зона выхода лицевой артерии зона брыльки это не относится контурной пластики это относится больше процедуры введения липолитиков когда возникает отек потому что у нас с вами здесь кость на кости нет покрыта жировой клетчаткой и кожей и отек после прямых липолитиков если вы используете здесь он может нам с вами дать вход по всей сосуду ну и соответственно это выход работа в меломентальных складках морщины марионетки помним что здесь у нас с вами сосуд плюс нерв крайне редко здесь что-то бывает но тем не менее как бывает бывает чаще всего вот те осложнения которые показывают когда работа точка амбекс подбородком вот здесь большое введенное ведение объема препарата она может давать некроз слизистые полости рта нижней губы